Итоги оперативно-служебной деятельности за прошедшие 9 месяцев подвели сотрудники отдела внутренних дел Новошахтинска и обозначили задачи на дальнейший период. Но серьезный разговор начали с приятного момента. Майор полиции Марина Юрьевна Скобелева награждена почетной грамотой за добросовестное отношение к служебным обязанностям. Ряду сотрудников отдела выражена благодарность. Каких показателей в деятельности добились структурные подразделения отдела? Криминальная обстановка на территории города Новошахтинска по итогам 9 месяцев 2017 года характеризуется снижением на 6,4% общего количества зарегистрированных преступлений, что в количественном выражении составило 964 против 1030. Снизилось количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений на 23,3%, 171 против 223. Доля тяжких преступлений от общего количества зарегистрированных преступлений составила 17,7%. С целью сокращения указанных видов преступлений наружные наряды, приближенные к наиболее криминерным местам. Также в охране общественного порядка оказывают помощь казачья народная дружина, а также сотрудники ЧОП. Также сократилось количество преступлений, совершенных как в состоянии алкогольного опьянения 205 на 207 минус 1%, так и в состоянии наркотического опьянения 30 на 31 минус 3,2%. По итогам работы за истекший период прослеживается положительная динамика в профилактике подростковой преступности. Так, в отчетном периоде таких преступлений зарегистрировано 30, что на 40,9% ниже, чем в отчетном периоде 2016 года. Было 22. С учетом задач, поставленных Министром внутреннего дела Российской Федерации, Главным управлением МВД России по Ростовской области, сложившейся оперативной остановкой перед личным составом отдела, определены задачи на предстоящий период 2017 года. А именно, обеспечение непосредственно защиты жизни, здоровья, права и свободы жителей города, охрана их собственности, возмещение потерпевшим от преступных посягательств причиненного ущерба, проведение в полном объеме мероприятий антитеррористической направленности, борьба с незаконным оборотом наркотических, психотротных средств, оружия, взрывных устройств и взрывных веществ. По итогам восьми месяцев Новошахтинский отдел занимал почетное первое место в области. Мэр города Игорь Сорокин пожелал не снижать результатов служебной деятельности и уделить больше внимания вопросам незаконной миграции. Необходимо активизировать работу по пресечению, по выявлению, прежде всего, естественно, незаконных мигрантов, которые особенно, это касается отдаленных поселков, это имеет место быть, всем известно, поэтому здесь я просто хотел бы акцентировать внимание на этом направлении работы. Отдел работает стабильно, отдел уже достаточно устойчив, поэтому я хочу пожелать вам в будущем плодотворной работы и помощь, которую можно оказывать от вышестоящих инстанций. Это, естественно, я думаю, руководство в этом плане сработает так, как нужно. Хотелось бы, чтобы вы, не сбавляя никаких темпов, продолжали в том же духе. Помня о том, что принцип золотой, молись, трудись и не гордись, он никогда не отменялся. И он, это тот стимул, который вас будет сподвигать на новые свершения. Также очень вас просим продолжать так же по-человечески относиться к людям, и, как мы слышим от людей о вас, продолжайте в том же духе. Новошагинский отдел внутренних дел достойно несет службу по охране общественного порядка и защите интересов граждан. Это показывают сухие цифры отчета, за которыми стоят бессонные ночи, рискованные операции и ежедневная кропотливая работа рядовых сотрудников отдела. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова